Убить Билла, Квентина Тарантино Значит, я постараюсь воспроизвести семинар ну, по крайней мере, главная его мысль который существует у нас только в аудиоформе то есть, если кто не знает то эти семинары записывались на диктофоны гораздо чаще, чем появилась видеозапись еще до того года этого и, по крайней мере, еще семинаров, наверное, 100 существует только в аудиоформате и вот такая работа, которую я выполнил, наверное, ну, во сколько лет, наверное, год 2004 так, когда Убить Билла-то появился и сейчас я хочу ее рассказать о чем пойдет речь значит следующее значит, мы должны обсудить ту самую тему, которая появляется у Тарантино, является основанием его художественности, почему человек, предназначенный всей своей судьбой к определенному роду роли определенного рода деятельности, выбирает всегда нечто прямо противоположное то, к чему он ни судьбой, ни своей ролью, ни в коем случае не предназначен вот не предназначено и все не получается в любимом режиссере японского происхождения, который любит Тарантино Сукияки Вестерн Джанго есть такое произведение в нем женщина, умеющая великолепным образом стрелять с обоих рук тем не менее варит суп Сукияки, да, японский и получается у нее отвратительно то та же самая вещь и проявляется и у Тарантино главная, конечно, сцена, это последняя сцена между, собственно, Беатрией Скидо и Биллом где Билл в колоффе перед этим сыграет Куправды, рассуждает на поводу того, чем Супермен в комиксах отличается от всех остальных героев а отличается тем, что он не является Суперменом, но всеми силами пытается выглядеть простым человеком. он таким образом осуществляет, как он говорит, критику всего человечества он слабый то есть он действительно от рождения Супермен он фантастический, он невозможный и тем не менее он пытается всеми быть слабым и неуверенным в себе фотографом ну вот этого еще не хватало, еще я еще косточку сюда принесем так а, булочку принес да, покажи людям, покажи чуваку, который принес мне в тапок булочку так это он со стола баранку да, конечно, спер со стола баранку да, принес Руси, да, есть в моих ногах, вот почему-то доверие такое ну ладно, пойдем, давай дальше, наводи и поехали дальше вот точно так же, точно та же самая ситуация везде разворачивается у убить Билла ну, в самом деле, Беатрис Кидо прирожденный убийца, лучший из воинов, как говорит про ее коллега, другая какая-то змея да, лучший из воин из известных в мире тем не менее, преспокойно убивающая в одиночку 60 бешеных, то есть мастеров фехтования на японских мячах тем не менее, бросает всю свою эту деятельность и пытается воплотиться в роли обычной домохозяйки у слабого, неуверенного мужичка какого-то там по себе и в магазине, торгующий громпластинками и стать домохозяйкой это странная вещь, но она в этом ситуации везде, везде Тарантино повторяется снова и снова Хатори Ханзо непревзойденный мастер создания японских клинков фантастических клинков, ими нет тоже равным во вселенной он занимается тем, что уже 28 лет не делает ни одного мяча и всеми силами пытается делать суши но суши, как у него получается, очень плохо точно так же из нее наверняка бы не получилась образцово-показательная домохозяйка она и не получилась, потому что она к своему мужу и к своему ребенку привела банду мексиканских убийц, по сути не получилось из нее домохозяйки, не вышло из того тоже не получается повар, готовящих суши, не получается казалось бы, что нам проще человек умеет делать абсолютное оружие, но с другой стороны не умеет делать суши точно так же брат Билла это человек, который поймал абсолютного убийцу Беатрес Кидо смог его обвести и похоронить в могиле Павла Шульц но чем он занимается? он не занимается тем, чему предназначен в чем у него бесконечное количество талантов он занимается тем, что работает вышибалой и одновременно подчиняет туалет в каком-то рядовом клубе и терпит всевозможного рода унижения от его хозяина это вот такова эта ситуация и здесь разворачивается все одно и то же одно и то же, вот это самый сюжет человек предназначен к одной деятельности настолько, что заключающий себе его суть с другой стороны, по каким-то причинам выбирает всегда нечто совсем противоположное то, в чем он некомпетентен в том, в котором он слаб мы столкнемся, это во всем мире сделаем человек никогда почему-то не выбирает своего призвания выбирает то, к чему у него призвания нет к чему у него нет способностей и в этом образе каким-то образом погружается и в этом мире каким-то образом существует но давайте посмотрим и убедимся в том, что мир тарантиновских героев очень странным образом похож на мир богов и героев Древней Греции вот, ведь трудно не узнать на самом деле в Белом Лотосе, мастера единоборства, святая живущего практически в вечность не узнать этого самого бога, мастера Древней Греции ну, что такое Гефест? Гефест это воплощенный кузнец что такое Афродита? это воплощенная красота Зевс это воплощенная власть это каждый из них предоставляет определенного рода идею точно так же идею вот этого посепобеждающего единоборства абсолютного совершенства к нему приходит Беатриса Кидоа и он показывает ей некое фантастическое свое искусство в том числе дарит ее знаменитым ударом пяти пальцев и нам показывают, кто он такой есть потому что в свое время у Бера Вололоса был конфликт с монахами известного вместо единоборства Шаолей и он пришел туда и всех убил и он в этом своем искусстве он абсолютно образом захвачен во всем вот этим абсолютно своим искусствам захвачен и это ситуация древнегреческого бога к которому приходит ученик чтобы стать мастером как Беатрис Кидо и все остальные подручные Билла приходят к нему вот к этому идею к абсолютному божеству единоборств и пытаются стать тем кем они становятся но только у Беатрис Кидо получается по большому счету только у нее не получается не убил ни у какую там гадюку то звание еще следующую это это с которой у нее битва то была на мечах практически не смотрел в вагончиках в вагончиках вот такова значит это наша наша картина мы видим тем самым что у нас любая древнегреческая специальность не является специальностью в нашем смысле слова является формой служения для нас я сегодня повар завтра я водитель такси потом я математик и кто-либо еще то есть эта деятельность как моей кожи каким вот образом не пристает она ее не захватывает не подчиняет себе для быть геометром для древнегреческого мастера это форма служения он геометр утром он геометр вечера иногда он только спит вот такова ситуация связано по всей видимости это с непосредственности захваченности человека как бы миром да но трудно опять на ноговицинскую вот эту самую ситуацию в этом деле не узнать когда мы смотрим на воду если мы просто находимся в обычной нерефлективной позиции то у нас это может быть вода может быть огонь может быть опера может быть камень и первая попавшаяся другая сущность но если мы понимаем ее именно как предмет предмет который мы захвачиваем как деятельность которой мы посвящены мы захвачены то у нас превращается во все во всю вселенную во весь кошмар это очень интересно что тарантиновские герои отлично это понимают вот представьте себе странную картину значит у нас получается что может оказаться так что ну вот например беременная женщина ну там на первом месте беременна может заниматься например легкой атлетикой или она может быть бухгалтером или кем-то она может быть может быть если она биатлонистка она может быть тоже совершенным убийцей да? если она бывшая биатлонистка но не беременная женщина но при этом беременная женщина для нас окажется вот это естественно в нашей парадигме когда мы одновременно и геометрия шофер и кто-либо еще Когда предмет перед нами, это и камень, и бумага, и ножницы, и всякие вот эти самые штуки. Когда это является формой. А тут оказывается странным образом, если она беременная женщина, готовится стать матерью, то она уже не убийца. Вот эта знаменитая ситуация, когда она берет, видит эти две полосочки на тесте о беременности, понимает, что она беременна. И тут не приходит контр-убийца, она должна убить ее хозяйку, какого-то в Гонконге, на Сингапуре, а ее соответствующий образом может убрать. И так демонстрирует этот ей тест, что она беременна. Таким образом, на хозяйку вот этого нового контр-убийца не убьет сама Бетри Скидов. Она не убьет, и та ее понимает сама, что смешно. И ее, получается, тоже не будет убивать. Да, ее тоже не будет понимать. И она это понимает. То есть логика, вот эта странная логика для нее оказывается естественным. Вот это та странная вещь. А почему? Потому что и то, и то имеются двумя формами служения. И мы не можем служить одновременно Афродите и Афине. Богиня мудрости с ее собой. Минерве, да? И, ну, в другом понимании. И богиня красоты. Не можем. Одно и того же. Ни в коем случае. И вот здесь у героев, поэтому я говорю, что их мир, это мир, как бы, древнегреческих богов и героев. Вот, 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 вот в чем дело. Но перед нами по-прежнему остается этот фундаментальный факт. Я на некотором количестве примеров, я показываю, что именно об этом речь идет. Ну, почему? Билла ее спрашивает, Беатрис Кедо. Тебе нравилось убивать? Да. Ты получала удовольствие, когда тебе пришлось, чтобы подобраться на меня, идти по трупам. Ноготью человека убить. Она сильно много убила. Да, в том числе 60 бешеных и своих коллег и так далее. Ну, вот месть такова. Повесть о месте. Ну, приходилось ей это делать. Тебе нравилось? Да, получала удовольствие. Так почему же ты, значит, бежала от меня, спряталась, знаешь, что это очень жестоко, потому что я буду искать. А это, когда он будет искать, это привлечет к беду большому количеству людей. Ну, почему? Потому что он их будет пытать объяснять, как это будет. Это было очень жестоко с твоей стороны. Она что-то такое думает и говорит, я не хотела, чтобы наша дочь родилась, воспитывалась в этом, в атмосфере ненависти. Да какая разница? Она дочь Билла и дочь Беатрии Скидо. Для нее это естественно. Она рыбку из аквариума уронила и наступила на нее. Наступила. Потому что она решила узнать, что такое метафора смерти и так далее. Вот это самая замечательная, это самая ситуация. Для нее воспитываться в подобного рода атмосфере, и в том числе и в роскошь, и в богатство, и в занятии единоборством, было бы естественно. Почему ты, совершенная убийца, решила стать домохозяйкой? Точно так же Хаттори Ханзо будет объяснять, что его меч причинил определенного рода проблемы всей его семье. Поэтому не делать больше мечей. Ну это же не аргумент. Опять, ну почему ты выдающийся мастер мечей? То, что тебе доставляет удовольствие, то, что ты умеешь делать лучше всех в мире. Ты, этот самый грандиозный мастер, оказывается, что ты вынужден делать суши. Суши ты будешь делать плохие. Как Герения Сукьяки и Вестерджанга будет варить суп с Сукьяки и будет делать это плохо. Вот такова эта ситуация. В чем здесь дело? А проблема, как ни странно, я полагаю, находится в рефлексии. А рефлексия, она в чем состоит? В том, что она совершенно невозможна так, как мы часто подозреваем. Но когда я смотрю, я думаю, что я смотрю. Я смотрю на телевизор, я думаю, что я смотрю. Я что-то делаю и думаю о том, что я делаю. И все происходит совершенно не так. И когда я лежу в ванной и наслаждаюсь своим телом, если я попытаюсь сознать свое тело, тело перестанет быть телом моим, оно превратится в деревяшку. Точно так же, если я постараюсь понять и смотреть на телевизор, и постараюсь понять, на что я смотрю, телевизор превратится в знак телевизора, в деревяшку. Вот это очень интересная штука, чтобы, с одной стороны, у нас ситуация захваченности предметом, в том числе и формой служения, а с другой стороны, рефлексия его всегда приводит нас к тому, что мы... К обратному. К обратному. То, что мы, пытаясь обрести себя, превращаем предмет, который был, в деревяшку, то есть в знак предмета. Вот так именно знак в мире и образуется. Рефлексия превращает все, чему не коснется, в деревяшку. Поэтому очень странная вещь оказывается. Оказывается, что то, к чему я преврожден всей своей жизнью, например, совершенно убивать, как Биатерий Скидо, да? Оказывается, отрицает таким образом рефлексию, потому что рефлексия здесь, оказывается, невозможна. Потому что я в этой мере растворен. Эта форма служения я им захвачен. Никуда меня, это, значит, не деться от этого мне. Никуда, никогда, ни за что. Да. Как только я скажу себе, да, прямо, что я преврожден на убийце, когда я на самом деле преврожден на убийце... То я начинаю делать плохие суши. Да, я перестаю быть таковым. Да, я вынужден всегда заниматься той деятельностью, которая у меня не получается. Потому что все, что я делаю тогда, предмет, который преврожден, если я находюсь в ситуации рефлексии, превращается в деревяшку. В плохие суши, в плохой суп, в неудачливую домохозяйку, которую приводят убийц на порог собственной свадьбы и так далее. Вот это странная, эта вещь. Но интересно, что человек всегда выбирает рефлексию. В чем она состоит, вот наш философский подход? То, что человек, некоторые думают, что он должен побольше съесть, занять высокого положения в обществе, оставить детей, построить дом, воспитать хомячка, посадить кактус. Ну, вот такая всякая деятельность, вот эта вся эта существует. Ничего подобного. Человек всеми силами пытается быть одним и тем же он пытается быть сознанием. То есть подлинность и разворачиваемость сознания это та данность, которая для нас только и дана. Только та данность и тот смысл на существование, который только нам и нужен. Да. И здесь вот и тарантиновская идея, она получается именно в этом и состоит. Это то, что себе ни Абриатрис Кидо, ни Хатаре Конзо не могут отдать себе ни малейшего отчета. Они нужны приводить, например, ну дочка не должна расти в атмосфере насилия, меч это неправильно. Да, это они себе объясняют. Да, но на самом деле они пытаются быть сознанием. А это значит сознанием, это значит невозможность быть Богом, невозможно быть героем, героем абсолютным убийцей, невозможно быть. То есть всякий раз ты оказываешься, вовно потом ситуация, когда ты лежишь в ванной, твое тело в момент рефлексии превращается в деревяшку, точно так же ты оказываешься в ситуации, когда ты непосредственно, естественным образом, делал совершеннейшее оружие, ты в этот самый момент, когда ты расслабляешься в рефлексии, начинаешь делать плохие суши. Непосредственность пропадает самостоятельно. Да, да. И они вот разнесены, оказывается, этой ситуацией даже с формой деятельности. Вот Тарантино показывает нам это предметно. То есть суши отличаются от меча. Но когда, возможно, наверное, ситуация и формальная, когда ты был, 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 был совершенным мастером, а потом бац, и мечи у тебя, ты оказался в царстве рефлексии, и мечи у тебя перестали получаться. Но так на самом деле не бывает. Человек всегда занимается тем, для чего он не рожден. По той простой причине, что он сознание. Сознание, как бы, в этом смысле, является отрицанием судьбы и предназначения. Это очень интересный момент, что когда сознание приводит нас к тому, что мы всегда оказываемся в схватке и борьбе судьбой. Для Беатрии Скидо судьбой быть совершенным убийцей. Для Хаттери Ханзо быть... Схватка борьбы судьбой. Да, всегда вот это... Мы оказываемся в этой странной ситуации, всегда борьбы с судьбой. Вот у тебя судьба, ты совершенный убийца. Ты будешь матерью и совершенным убийцем при этом всегда. Но, тем не менее, домохозяйка, бегство, Билл, точно так же. А вот Билл-то это как бы тоже понимает, вот это странное накануне свадьбы, значит, нет, потом он проектирует, ты же знала, что я подонок и убийца. Так говорят, ну да, ну знала, ну типа того, что не могла в это поверить до конца. Он-то выбирает свою судьбу сознательно, но он оказывается не прирожденный убийца. Ему белый лотос прием не показал. И Беатрии Скидо безусловно его убьет. И он выбрал свою смерть. И убить ее до конца, как он должен был сделать, он этого не сделал. То есть он-то как раз, получается, и не занимался тем, что он делает. Здесь трудно не вспомнить опять преступление и наказание, размышления Раскольникова, что Наполеон не рефлектирует. Он просто забывает сто тысяч человек в Египте. И едет снова царствовать, и он про них просто, грубо говоря, не помнит. Поэтому он право имеет. Он находится в ситуации непосредственности власти. Он по-настоящему служит Зевсу. Вот. И как только этот вопрос становится для него возможным, значит, это варь дрожащая. То есть не Зевс, не Наполеон. Вот. Вот это самая ситуация. Вот. Если примерно так рассказывать про эту старую работу уже больше 10 лет, которая существует в аудиоформате, но мы, я думаю, Олег, с тобой соберем альбом из наших всех участников тогда. Антона, Игоря, Булата. Сделаем альбом и запишем негявую заложку. Ну вот, все. Продолжение следует...